SCP-1340. Монашеский орден пещерных скатов. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. SCP-1340 должен содержаться в аквариуме номер 3, зоны 45. Сотрудники, назначенные на работу с SCP-1340, должны придерживаться стандартных протоколов содержания водных животных. Четыре раза в неделю в аквариум следует сбрасывать 150 кг шариков из измельченного криля, которым питается SCP-1340. Резервуар должен быть оснащен аппаратурой для измерения тока и напряжения с целью обнаружения и расшифровки электрических сигналов. Агенты фонда, действующие по согласованию с правительством Мексики, должны сообщать о любых случаях обнаружения других особей SCP-1340 в пещерной системе ОКС-БЭЛЬХА. Описание. SCP-1340. Разновидность пещерных электрических скатов, принадлежащих к подсемейству Моби-Лидая. SCP-1340 был обнаружен в большой подводной пещере в неизвестной части пещерной системы ОКС-БЭЛЬХА, ОКОЛА, КИНТАНА, РО, МЕКСИКА. Отличительными признаками особей SCP-1340 являются большие треугольные грудные плавники, головные плавники в виде рогов, крупные рты на передней части головы и равновеликими челюстями, и практически полное отсутствие пигментации, а ширина их тела колеблется от 0,8 до 1,1 метра. У SCP-1340 также есть пара рудиментарных глаз. SCP-1340 обладает двумя большими электрическими органами по бокам головы, в которых ток проходит из нижней части тела в верхнюю, вызывая процесс биоэлектрогенеза. SCP-1340 использует эту способность главным образом для общения, используя электрические сигналы переменного напряжения, силы тока и частоты. Исследователям и криптоаналитикам фонда удалось разобрать и настроить электроакустические преобразователи, с помощью которого стало возможным превращать эти электрические сигналы в аудиотрансляции на испанском языке. Предполагается, что SCP-1340, возможно, научились говорить по-испански из-за воздействия искусственных электромагнитных волн, в особенности радиовещания с амплитудной модуляцией. После расшифровки электрических сигналов стало известно, что SCP-1340, наделенный разумом и крайне социальный, было доказано, что находящаяся на содержании колония является избранным советом из 118 самцов SCP-1340. Члены колонии регулярно обсуждают положение дел и текущие события на открытых собраниях, которые управляются по принципу парламента. Требуется первый уровень допуска. Расшифровка записи 1340-4-02-10-12 Предисловие. Ниже приведена выдержка из расшифровки стенограммы 1340-4-02-10-12 Расшифровка стенограммы представляет собой протоколы переговоров между членами колонии SCP-1340, переведенные на английский язык, датированные 2 октября 2012 года. Начало протокола. 2 октября 2012 года. 20.00 SCP-1340-12 Сим призываем собравшихся к порядку. Прошу всех произнести клятву верности. Все особи в унисон. С того времени, как был получен божественный сигнал, мы, древний орден, обязываемся действовать в соответствии с нормами морали, дабы принимать решения во благо будущих поколений. Верой и правдой мы будем служить только законам и обычаям нашей Вселенной. Решительно и беспристрастно, без привязанности или неприязни. Мы предвестники закона, хранители мира и защитники веры. Мы клянемся в своей преданности высшему благу. Тире 12.00 Секретарь, пожалуйста, огласите заключение последнего собрания. Тире 35.00 Комитет по добыче провизии все еще изучает причину изменения наших источников пищи. Тот, кто кормит многих, ходатайствовал о временной отмене правил для вступления в Комитет по добыче провизии, чтобы позволить добровольцам принимать участие в поисках пищи и выполнении поставленных задач. Его предложение было одобрено. В Комитет были приняты новые добровольцы. Тот, кто запросто удивляет, выдвинул предложение касательно отсрочки проведения великого фестиваля духов до следующего приказа. Предложение принято. Старший жрец, тот, кто разговаривает с предками, все еще пытается понять причину потери Божественного сигнала, а также изучает новые чужеродные сигналы. Их истолкование пока отложено. Кроме того, продолжаются обсуждения результатов работы исследовательского комитета. Обсуждения были приняты с повестки по причине нехватки временной. Очень хорошо. Есть ли какие-нибудь новые дела, которые требуются обсудить до того, как мы вернемся к вышеупомянутым дискуссиям? Таковых не поступало. Сим, объявляю, при прерванную ранней дискуссию вновь открытый. Брат старейшина из исследовательского комитета, пожалуйста, расскажите нам о результатах ваших недавних работ. Тире 35. Председатель и собрание призывают того, кто ищет в холодных местах. Тире 107. Братья из Совета, на основании результатов полученных в ходе нашей недавней экспедиции мы пришли к заключению, что Великая Пещера резко изменила свою форму по неизвестным для нас притч. Тире 25. Богохульство. Тире 67. Еретик. Тире 12. К порядку. Призываю всех к порядку. Статистические шумы, сопровождающие неразборчивым бормотанием. Тире 12. К порядку, к порядку. Бормотание утихает. Тире 12. Я не позволю членам собрания идти на поводу своих эмоций. Совет вновь обращается к тому, кто ищет в холодных местах. Тире 107. Да, по неизвестным для нас причинам и в противоречии со всеми данными о строении нашей Вселенной нам принято... Нам понятно только одно. Наша пещера теперь имеет меньшие размеры. Похоже, что ее форма стала симметричной. Выше нас образовалось огромное пустое пространство. На дне нет камней или песка. И что самое важное, пищу теперь нигде не найти, но похоже, она сама падает из пустоты. Тире 12. Спасибо. Братья старейшины, тема открыта для обсуждения. Тире 35. Председатель и совет призывают того, кто плавает кругами. Тире 70. Брат старейшина, вы говорите, что мы оказались в безвыходном положении в большой пещере. Тире 107. Ну, не совсем. Выход нужным образом еще предстоит отыскать. Наш комитет обнаружил многочисленные туннели, по которым двигается вода. Но они слишком маленькие, чтобы мы могли в них протиснуться. Тире 35. Председатель и совет призывают того, кто двигает ко мне. Тире 51. Брат старейшина, а можно ли расширить эти туннели своими силами? Тире 107. Мы пока не думали над этим. Тире 111. А почему бы и нет? Мне кажется, что сейчас это крайне необходимо. С незначительной помехи, сопровождаемой тихим барматанием. Тире 111. Я хотел бы выдвинуть предла. Тире 35. Пожалуйста, вы сдержитесь от предложений, пока дискуссия не будет завершена. Тире 68. Обратитесь к пророчествам. Тире 12. К порядку, к порядку. Тире 68. Как и было предсказано, в начале 4-го при мире не произойдет. Тире 12. Стража. Схватить того, кто следует старому пути. Тире 68. Великое возвращение блудных демонов. Демоны уничтожили наш божественный сигнал. Остерегайтесь их. Внезапное усиление помех, сопровождаемое прерывистыми щелчками. Тире 12. К порядку, братья. Мы не можем позволить безумию охватить нас в столь трудный час. Теперь давайте же продолжим дискуссию. Конец протокола. 2 октября 2012 года. 20 часов 21 минута. Эпилог. После того, как собрание окончилось, было замечено, что несколько особей SCP-1340 скребут плавниками фильтрующие экраны и решетки стоков аквариума. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...